для поднятия настроения правда же клубничка 2 декабря вот это да мне кажется в прошлом году тоже у меня тут была одна одна-две всем привет 2 декабря и посмотрите наши прекрасные розочки да у меня очень плохо они перецветали этой осенью потому что я думаю что это все-таки из-за отсутствия дождей ой зацепилась за колючки потом три бутончика но это еще не все что вам сейчас покажу 1 2 3 1 2 3 елочка гори нашими гуся вон назад тоже там ходят беги леса беги оставь покою кошку посмотрите что мы видим а видим мы клубнику настоящую а еще посмотрите еще одна будет зреть ну надо же 2 декабря друзья мои 2 декабря вот такая красота посмотрите даже эти улитки вон только панцирь оставили свои вот это да цветет клубника так надо мне немножечко будет сегодня после обеда поработать в саду но у меня еще в теплице там есть два-три цветка тоже которые надо обрезать назад 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 это 6 утра сегодня ушла я еще там поднималась своим видео она вышла и потом еще там поговорила с подружками туда-сюда и заснула послушайте сегодня такое низкое давление и сейчас вот я иду и думаю сейчас надо стульчик взять и жасмины немножко забросит наверх у меня тоже жасмины заколосились так надо подрезать видите этот шалфей отцвел я такой еще я буду такой формировать как ну хотя бы шарик иначе мне заполонить тут все сейчас хорошая луна можно еще несколько дней порезать здесь вы жасмины послушайте и посмотрите вот это жасмин который с той стороны красный прекрасный он с этой стороны зеленый а это значит что вот этот красный цвет вырабатывается там где есть солнце вот здесь вот у меня смотрите сколько веточек торчит я молись уговорила не трогать их я хочу туда забросить чтобы они шли на крышу и чтоб вот мне позакрывали здесь немножко на этом месте слушайте сколько я здесь лет живу эту дырку не могу закрыть на террасу все погибает ничего не растет так вот я решил вот этими длинными ветками усами молодыми закрыть немножечко вот хотя я же вам вчера говорила что покажу при дневном свете но солнце вот сегодня нет посмотрите какой красный жасмин рубин это такое это такое у него это разнообразие сорта вот он на зиму краснеет честно сказать я не очень люблю но вот когда с двух сторон зеленые жасмин и ну ладно куда не шло правда же вот мне просто не хватает расстояния вам показать он видит как он туда уже на крышу пошел красавчик наш кошка мая ходит вон гуляет сама по себе красавица наша слушайте разрастается такая становится кошка красивая такая какая-то широкенькая такая так ну что моя хорошая мы елку все режем я обычно мариса уже сидит там я бы ты чё гнездо бьешь себе что ли на елке он будет ага так я там немножко им поруководила сейчас покажу что мы там обрезали ну сложно конечно ему ничего не видно смотри это солонон цветет он видишь и вас тоже ну ходит мой в мой огород в туалет ходит код ты понимаете его хоть туда за елку гоняю чтоб только не на клубу послушайте такая сладкая клубника на удивление так моя тигресса пошла 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 это не монаш это сшивас видите он не такой полосатый это он опять на окно приходил нравится ему на шапку он домой хочет там все время зайти ну что ну вот немножко вроде как стал поправляться котик больной послушайте вот смотрите видите как я хорошо вчера присадила жасминчик вот он у нас пойдет вот на эту стену и вот туда в сторону нашего кабинета по уходу за лицом вот и смотрите сколько мы тут елок нарезали тут у нас прям слушайте я говорю надо соседям предложить и одну поставить напротив гаражей мне будут видно из окна смотрите какие елочки прям тут прекрасная вот это вообще хорошенькая но у нас вот нету это подставка если я сказала мариса чтобы вот эти тонкие веточки оставлял мне здесь потому что если вдруг будут морозы я тогда и прикрою свои жасминчик и мне осталось два жасмина посадить вот и один я уже слушайте не один я хочу посадить на эту на стенку дома там где у меня и помея да ну какие веточки вот отсюда посмотрите ну ничего не верите пилили пилили вон сколько напилили за два дня малис опять батарея разрядилась уже это его штучка который сейчас покажу вот отсюда вот видите как прорядили елку надежда что она сейчас на этих голых ветках начнет нам это 20-монатную поросель как вот внизу видите внизу вот здесь хорошо вот видно молодая поросель зелененькая ну потому что очень большая занимает половину участка это ель все нам затеняет у нас вообще теперь уже не осталось солнца на участке хоть у нас и жарко но все равно летом немножко хоть с утра хоть с вечера немножко на растения солнце падало так вот я схожу и думаю по поводу вот этого жасмина одного посадить вот сюда у меня здесь роза умерла нью-дон нью-дон или нью-даун не знаю как правильно считать вот цвела в прошлом году и вот просто взял умерла надо чтоб мадис меня удалил корень выдал был и здесь вот у меня анемона анемона мы выроем сначала я и быстрее вот сюда вот посажу вот этот уголочек он всегда здесь свободно она будет опуститься а сюда если хорошо у меня это сделают ямы но я тогда тоже ведро без дна поставлю сюда здесь очень плохая земля вот и никогда здесь толку ничего не росло тогда у меня будет вот здесь белый жасмин вот там он напротив видите он уже такой слушайте пошел вверх он уже веточки вот сюда передает молодец какой это вот ты надо три года наверное и здесь вот у меня розовый будет значит жасмин вот здесь у меня пижма видите одна я ее отсажу куда-нибудь в сторону нечего здесь сделать и здесь темно по ходу дела вот там сейчас яма стоит у меня марис уедет после обеда бабушке помогать он должен был с утра одной бабушке помогать после обеда другой бабушке помогать вот видите вот это тоже вот он меняет цвет но он и был написан что он будет зимой будет красным листочки и посмотрите куда он уже ушел вы видите куда он ушел и вот он нужно другой стороны перебрасывается вот эти веточки я могу укладывать здесь по ширине все он будет продолжать вот это жасмин который теряет лист который самый пахучий скажем так вот он по ходу дела тоже такое немножечко должен быть плетистый но вот я его кустом он плохо растет ему место не нравится но цветет он хорошо и вот здесь вот послушайте видите у меня жасмин вот он на крышу идет но вот мы его купили он был вот такого размера где-то он будет около около метра и на нем этикетка была это ложный жасмин тоже написано вот пишет что он не пахнет вот волшебь как-то я вот летом не надо видеть он тоже как красным он не бордовым он красным это раскрашивается тоже вот тут веточка торчит надо ее уложить по сетке вот эту веточку тоже поднять пока не поздно пока она там не выломалась вся потому что они зацепляются потом сложно их это ими управлять ну короче мои хорошие скоро у меня будут одни жасмин и по ходу дела вот здесь вот мой голдом тысячелистник наверное мы ему так хорошенько корни повредили хотя и пытались но отойдет отойдет вот осенью растения которые пересаженные они хорошо берутся тем более у нас такая длинная осень такие дела так что здесь вот выкопаю там тысячелистник вот сюда посажу здесь будет один тысячелистник здесь будет другой тысячелистник ой не тысячелистник а пижма прошу прощения вот и вот я вам хочу сказать вот они вроде бы как растения дикие да эти тысячелистники там пижмы а вот в моем саду они не хотят расти ну что это этот свел немножко вот так вот таким цветом вот этот вообще не развивается может быть в этом году пойдет корни у меня еще там есть красный тысячелистник вот и я хочу сказать что так чтобы они на эту тюрьму расцветали они а вот пожалуйста это я прошлом году покупала тоже стоит на месте что-то ну короче пойди угадай это все у меня телефон родился друзья так что пошла я выпью кофе а веточки еще не подняла я пойду быстренько веточки брошу и заброшу наверх пойду кофе пить девочки мои дорогие здравствуйте давно я вам не показывала свои косметические средства что я делаю в домашних условиях у меня конечно же очень много готовых покупных средств ну вот почему-то без домашних средств понимаете мне не очень хорошо вот так что у меня закончился у меня в этой бутылочке я люблю небольшие бутылочки такие на 100 на 150 миллилитров самый большой вот на 100 на 100 миллилитров это вообще идеально и я вчера заварила в термосе свои сухие цветы бессмертника который вот я собираю на природе то есть кроме того что я пользуюсь допустим но я сейчас на ли на стол вот у меня допустим гидролат такой вот форме спрея который куплен в аптеке ящик я еще делаю всегда свои тоники дома потому что я ими пользуюсь как умывание то есть я снимаю косметику и потом хоро девочки на я сейчас тут конечно на пыцку и вы меня простите сейчас я это все уберу так у меня понимать вот и получилось практически 100 миллилитров остальное у меня будет заморожено то есть по кусочку можно добавлять можно делать с маской на основе то есть растаиваем кусочек можно протирать лицо вот у меня почему-то получилось вот раз много я много насыпала цветов и чтобы их закрыть водой вот у меня получилось стакан этого значит так смотрите вот у меня прекрасный мой отвар насыщенный отвар сухих цветов бессмертника так смотрите у меня вот таких букетов у меня 45 штук стоит я их собираю я покупаю даже когда мы бываем на лавандовых полях и они у меня стоят в вазочках и одна из частей у меня вообще срезаны все веточки лежит в коробочке герметической вот их-то я и завариваю вот значит и я сегодня изучала темы сюда вот в этот вот раствор у меня буквально на дне я вот напшикала вот таким вот образом гидролата готового чтобы усилить эффект это конечно не обязательно вы можете добавить любой гидролат который у вас есть хоть розовый единственное что не делаете много хотя по моему опыту как только мы добавляем эфирные масла в наши тоники домашние они хранятся очень и очень долго я немножечко сегодня вот буквально чайную ложечку а то он так вот без горочки да добавлю глицерина у меня глицерин растительный ну вот я бы покупала в косметическом отделе вот если вы посмотрите на любой состав вашего тоника то первым компонентом будет стоять вода на втором как правило глицерин вот он очень хорошо в малых количествах работает на увлажнение кожи на смягчение кожи поэтому если у вас есть такая возможность много не нужно чтобы не было жирного эффекта а вот так вот видите сколько я там пол чайной ложечки добавить никогда не помешает и сегодня я буду добавлять целых четыре эфирных масла в свой гидролат считаются четыре самых эффективных масла для ухода за лицом естественно что масло розы дамасской а вообще розовое масло эфирное но считается уникальным она считается вообще богом здоровья для кожи оно очень сложное по составу это одно из самых сложных масел по составу в нем более 300 составляющих вот которые разным образом действуют и на наш организм и когда мы просто вдыхаем розовое масло и когда мы наносим на кожу лица когда есть состава косметических розовых масла это всегда очень хорошо вот второе масло которое я буду добавлять является тоже уникальным вот это у меня масло брусничное я его заказывала послушайте мне кажется я заказывала не его я заказывала немножечко другое масло мы прислали это и это брусничное масло вот я его перевела вот это вот баксинемом вице и даэ это его латинское название все сегодня выверила вот оно считается тоже уникальным плане на увлажнение кожи в нем витамин не только витамин е а именно очень редкость одна составляющая а сложная составляющая витамина е редкая которая находится в этом масле поэтому она считается антиоксидантом то есть борется со всеми вредными короче все что попадает плохое на коже это масло будет бороться вот дальше мой любимый бессмертник итальянский вот в итальянском бессмертнике есть две составляющих которые нах не находит не в одном масле косметическом а вот я вам не скажу как они называются там достаточно такие серьезные на знаете эти названия и естественно их и не запомнила и четвертое масло которое будут добавлять каждого масла где-то по 2 капельки добавлю не больше иначе будет состав очень сложный это масло семян моркови дикой вот считается также уникальным для омолаживания кожи в нем есть естественно витамин а но вот это масло будьте осторожны у кого жирная кожа то есть оно является очень увлажняющим оно бурится со всеми видами морщин вот сухой увядающей кожей кожи которая начинает обвисать но это масло не рекомендуют либо рекомендуют в очень-очень маленьких пропорциях для тех у кого жирная кожа и которые особенно на склонна к угрям вам это масло не нужно вот поэтому я буквально сейчас по 2 капельки добавлю каждого масла свой замечательный лосьон вот пипеткой у нас конечно не ахти в некоторых бутылочках но придется мне постараться так вот 2 капельки всего больше не буду дальше значит у нас масло моркови значит дальше пойдет масло бессмертника итальянского все эти послушайте они все масла очень хороши вот на них на все разные цены самое дорогое масло естественно это масло розы масло бессмертника вот и потом есть очень редкие масла которые тоже мы не находим просто так в коммерции то есть их нужно заказывать вот но вот эти четыре масла считаются очень-очень эффективными это масло розы все три капельки достаточно я сейчас забрызгаю еще чуть-чуть сверху этим гидролатом чтобы мои капельки масла опустились в мою бутылочку вот и все такое масло можно хранить и 3-4 месяца в холодильнике с ним ничего одно только в холодильнике девочки с ним ничего абсолютно не сделается проверено у меня постоянно есть какое-нибудь масло и ни разу ни одно из них как говорят французы не повернулось вот поэтому сохраняйте бутылочки небольшие и вы можете делать то же самое можно сделать допустим на заваркой зеленого чая зеленый чай считается вообще таким антиоксидантом тоже у него достаточно сложная формула он омолаживающий и он укрепляющий и он осветляющий все что хотите вот поэтому делайте свои тоже лосьоны не помешают вот видите тут совсем немножечко этого глицеринчика и вот я уже вижу даже жирные капельки поэтому у меня еще будет такой знаете двухфазный на тоник вот мне его хватит на месяц это точно потому что у меня есть конечно же другие уходовые средства вот и я сейчас еще хочу сделать себе масло буду наносить пару раз в неделю масло будет на основе моркови масло морковного масла косметического это уже не эфирное это просто косметическое маслице вот и я добавлю сюда масло моркови масло брусники и масло розы бессмертных добавлять не буду вот у меня еще вот такое вот тоже масло сделано очень богатое для шеи и декольте у меня где-то даже есть этот рецепт мне кажется я его показывала на своем канале мадам француженка вот но здесь такой достаточно это из книжки французский рецепт он на основе масла авокадо анагра жежеба потом масло здесь у меня какое ну а этого грецкого ореха и потом пошли эфирные масла вот здесь эфирное масло из семян моркови пальма розы потом этого ладана масло гераневое и масло так апельсиновое вот я вот это вот масло я очень давно его делала я его наношу на декольте вот я забываю там не каждый день я его наношу вот у меня еще есть прекрасный готовый крем от пера реку для шеи и декольте поэтому вот эти вот масла они очень хорошо и сохраняются но тем не менее не делаем в больших количествах вот на эту вот синюю бутылочку я сейчас буду так отойду буду наливать я налив всего лишь пол бутылочки этого масла потому что масла они имеют такую способность прогоркать и если у нас всего многое то мы просто элементарно не успеваем их использовать вот это я не вижу сейчас посмотрю сколько там нет еще чуть-чуть можно там еще не половина бутылочки вот потому что масла естественно когда мы наносим их же понимаете их же получается мало в смысле его же берешь очень мало там на вот этом на вот этих маслах я делаю массажи массаж гуаша массаж руками потом этим роликом короче так это у меня брусничка да то же самое раз два три хватит вот масла эфирные очень хорошо растворяются в самих маслах вот единственное что им нужно дать время пережениться так хватит масло розы всего по чуть-чуть масло розы я однажды капала себе в крем готовый и перекапала вы знаете это было очень сильно мне даже было не очень приятно этим пользоваться поэтому будьте очень осторожны когда вы добавляете эфирные масла потому что когда их много то тоже это не есть хорошо так все масло моркови три капельки ну ладно раз стоит уже мой бессмертный я его экономлю потому что я в прошлом году даже не смогла его купить потому что его мало кто делает и я предпочитаю вот покупать вот прямо на фабриках где его собирают да вот поэтому я немножечко его экономлю потому что его абсолютно добавляю во все свои тоники у меня там ну у меня еще пол бутылочки есть стоит она у нас 25-28 евро за 5 миллилитров вот конечно эфирные масла это очень экономно но тем не менее они заканчиваются так это чтобы прошли мои капельки все во внутрь все вот этому маслу это не надо хранить в холодильнике это можно хранить у себя на полочке в коробочках там где у вас стоят эти средства единственное что им нужно дать хотя бы дня 3-4 чтобы они переженились вот и все смотрите за пять минут мы с вами сделали три средства прекрасных косметических лед на заморозку из бессмертника тоник из бессмертника для масла на основе косметического масла моркови с эфирными маслами омоложающие для массажа лица так что не виднитесь мои хорошие сегодня мы за пять минут составим с вами целых два косметических средства на основе того что у нас есть в доме так смотрите я у себя на участке насобирала грибы вот как и в прошлом году это такие типа маслят уже даже есть порченые вот прошла столько лет и нашла ну вот смотрите сколько у меня всего лишь получилось грибочков я пойду сейчас посмотрю мне кажется у меня на заморозке есть шампиньоны добавлю немножко чтобы было побольше я убрала нижнюю часть такую пористую и убрала кожицу и два больших гриба к сожалению были червивые а эти все я сначала бросала в соленую воду пока очистила и они у меня папа такой чел что если там есть червячок он обязательно всплывет ничего не всплыло все чистенькое вот поэтому будет такой небольшой супчик сейчас ну вот друзья мои у меня тут получился такой вкуснейший будет суп сейчас я его уже попробовала короче я добавила сюда замороженный шампиньон еще ой жменьку сельдерея замороженного вот этих веточек и чуть-чуть зелени один зеленый томат перловочкой ложку даже две ну и короче вот такой вот у меня картошечка короче такой будет суп ну колоритненький конечно ну и что а что сделаешь сметаны у меня нет буду есть со сливками смотрите мои маринованные не маринованные а соленые клашеные томаты вот по тому рецепту что я вам показывала очень вкусные я еще их нарезаю у меня еще есть свежие томаты оставшиеся такие бурые вот я их мешаю вместе приправы масло оливковое очень вкусно с чесночком сверху мне нравится так девчонки послушайте я получила вот такую вот книжку послушайте вот для этой машины которая делает вот специально всю посту итальянскую и вы знаете я же купила машинку ручную да потом когда книжку заказала книжку заказала увидела что здесь много рецептов каких только здесь нет рецептов они все оказались для машинки для машинки вот этой вот филипс ну то есть машинка она не должна быть там обязательно филипс но для как бы для машины и здесь много пасты вот я сегодня сделала себе где он у меня этот кружочек вот он уже лежит у меня 2 часа с этого с турецкого гороха мука вот и чуть-чуть 20 граммов муки твердых сортов я тоже заказала и вдруг я вспомнила вернее я вспомнила я уже 3 дня мучаюсь у меня же робот есть вот такой сейчас вам покажу его поближе kitchen я его покупала из-за того что у него есть насадка на мясорубку и что вы думаете я вот полола мясо на нем и потом я потеряла винт видно когда чистила или что не знаю куда делся короче винт потерялся и я его больше не нашла то есть уже когда я это увидела что у меня не хватает винта уже эти машины я не нашла во всяком случае запчасть для этой модели вот поэтому здесь можно даже варить суп то есть вот это нагревается замешивать естественно тесто я в нем тесто раньше мешала и все такое делала много чего когда только купила инструкция такая послушайте просто тупая вот такая с мелким почерком ничего не в этой рисунке где это все обозначено короче я не знаю как я в ней разбиралась когда я ее только приобрела приобрела я ее уже очень давно но ей наверное лет 10 это точно вот вот сюда вставляется и вдруг когда я начал смотеть на эту машинку для производства домашние посты я вижу что насадки вот это такая вот одна насадочка дополнительная на фильтр чтобы делать разными типа там рожки там всякие ракушки звездочки стоит 20 евро я думаю где то я такое видела послушайте у меня 6 штук вот таких насадок вот так от инструкции что-то делать абсолютно нету от слова совсем вот я сразу не поняла что тут и как тут вот вот опять же видите вот я не знаю как мне ее сюда вставлять опять должен должен быть какое-то наверное здесь что-то соединение надо опять искать я вообще не я не знаю как я этим а может быть она не сюда вставляется подождите сейчас надо опять смотреть неважно так господи здесь вот надо смотреть вот на эти стрелочки все здесь все очень все очень конечно же просто но инструкции нет поэтому вот я ага и вот смотрите короче я так понимаю видите вот я поставила сюда вот такой вот вот такой винт мне кажется это будут рожки из такой даже сгрифленой поверхности мы сейчас попробуем потому что вот саму как бы вермишели и фетучини прекрасно делаются на той ручной машинке не нужно эту бандуру все выносить а вот такие ой видите как я уже крутанула она у меня уже и выпала а вот такие вот фетучини понимаете ой фетучини а всякие там рожки ножки мне кажется она как-то вообще вот стоит абы как ну послушайте буду сейчас пробовать посмотрим ну дурдом короче попробую я друзья мои я не знаю чем это все закончится потому что ну не уверена вообще в своих действиях ну что уже должно быть ничего не выходит вот ешь одевается ага ага смотрите смотрите видите макароны идут посмотрите на них макарончики наши о ля ля давайте давайте вот вот вам пожалуйста какая прелесть вы видите это ха 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 а я тут мучаюсь так надо наверное скорость увеличить не ну видите вы у меня оказывается есть насадки чтобы делать макароны это у меня тесто из муки как ее пашиш пашиш это турецкого гороха и представляется какая красота ой как я счастлива ну вот и представьте себе что а я тут уже кручусь думаю господи как же мне эта машиночка разжиться для макаронов потому что вот эти вот там у меня рецептов я вам обзор книги сделаю если вам это интересно конечно девчата вот вот эти все скажем так вся паста которая идет из пашиши из муки чечевицы потом что там у нас еще там где нет глютена вот я боюсь что хотя бы знаете она такая достаточно вязкая ладно это я потом вычищу вот вот такая вот штучка типа их вот обрезать ну как-то они у меня знаете не очень-то обрезались поэтому я их просто вот так сама ножичком порежу которые очень длинные видите они у меня тут немножечко уже и слиплись сейчас они подсохнут для меня конечно самое интересное как они будут вариться не будут ли они развариваться вот эта вот мука которая у нас 300 граммов вот у меня были спагетти из чечевицы 300 граммов спагетти из чечевицы у нас стоят 6 с лишним евро почти 7 евро в начале я их покупала за 4,50 вот и вы знаете я вам хочу сказать что вот все вот эти вот вся паста с глютеновой мукой либо мукой цельнозерновой она соусами вообще уходит просто на ура вот она очень вкусная естественно что белые макароны из твердых из твердых сортов пшеницы это самое лучшее самое вкусное я имею ввиду на вкус вот но для здоровья так себе скажем вот это отражается там и на весе и на всё а вот такие вот макарончики делаем соус какой-нибудь типа баланеза и у меня еще и в этой книге у меня очень много разных рецептов соусов и у меня придет еще одна книжка надеюсь что она нигде не затеряется по дороге там вообще там на 300 страниц одни эти рецепты это итальянское издание переведено вот только одних соусов для спагетти для разные формы там для спагетти для фетучини для лазаньи там и для всего на свете вот так что смотрите вот эти вот макароны их нельзя долго хранить то есть либо их надо быстро высушить наверное не знаю наверное в духовке можно не могу вам сказать либо нужно их варить вот они мне сейчас чуть-чуть побудут и все я сейчас вот поставила новый нож посмотрим что он мне даст я еще не понимаю на какой скорости потому что абсолютно ничего не написано на какой скорости это делается как это делается там у меня еще осталось естественное тесто но сейчас я скорость выберу такую знаете ну семь может быть много хоть бы шестерочку пятерочку и сейчас я продолжу посмотрю что там выглядит у зеркала увидится ух ты ну все у меня больше теста нет я его делала очень мало а гиды такие красавчики в общем Здесь они, смотрите, такие кругленькие, прям такие. А здесь вот я вот с ножом, когда срезала, они пошли плоские. Вот таким образом мы и научимся, послушайте, делать. Здесь вот такой вот нож написано для этого, для резать. Не знаю, почему он взял вот таким образом. Короче, такие дела. Потому что у меня сегодня на ужин будут макароны из муки фуашиши, турецкого гороха. Вот, и потом тут, конечно же, послушайте, каких только нет рецептов. И карбонара, и весь с растительными сырами, и супы вон есть, и со спиржей, и с кабачком. Вот каннеллони есть. Но каннеллони, я не знаю, каким образом делаются. Каннеллони можно просто скручивать самим. И вот очень хороший рецепт с этими маленькими томатиками сюриза. Вот, щель, я их ещё не научилась сама готовить, именно сами томаты, чтобы они не сильно лопались. Вот, и здесь вот смотрите, вот эти макарошки, что вот я первые сделала, видите, вот они. Это с тыквой, тесто с тыквой. А что у нас тут с тыквой? Видите, он зелёный всякий, ну это с водорослями, это можно делать с... Ой, как же его называют, эту пудру? Уже не вспомню. Вот можно с эпинаром делать, эпинар это шпинат. И вот с тыквой они. А с тыквой, значит, надо 200 грамм, 50 граммов муки твёрдых сортов, 200 граммов муки второго или третьего сорта, одно яйцо, 50 граммов пюре, патерона и, короче, ну там любую тыкву берёте, которую любите, а 3 грамма соли. Всё смешиваем. Единственное, что вот эта машина, вот вы сюда вот прям забрасываете всё в этот, ну как ведёрко, если хотите, там ёмкость, да, на это. Забрасываете сразу муку, заливаете яйцо с водой, там доводится до этого, и всё, оно сама вымешивает там, как роботи, и потом, когда тесто вымеслится, оно начинает выпускать, в зависимости вот от этой насадки, которую вы поставите. Ну, короче, слушайте, мы все придели тут. Вот такой вот у меня оказался очень давно есть робот, и я могу на нём делать макароны. У меня 6 видов насадок, но там явно одна спагетти, одна, наверное, типа фетучини, или там даже такие широкие пласты будут идти. Не знаю, тесто у меня из турецкого гороха, и, пожалуйста, сейчас я это порежу, посушу, и можно будет варить, потому что вот эти вот пишут, что макароны нельзя долго хранить, хотя продаю же их высушенными, знаю, ещё ничего страшного. Говорят, что если сразу их не готовить, то они могут рассыпаться в воде. Вот это вот я не знаю. Ну, короче, молодец. Вот здесь вот можно тесто. Я сейчас буду, кстати, я хотела тесто замешивать в своём вот этом комбайне, но раз уже вытащила этот, замешаю сейчас тесто, буду делать вот этот тарт. Причём буду делать полторы порции, полпорции нам, а полпорции завтра унесу на предрождественские посиделки. Так что, ну, друзья мои, у меня техники, конечно, дофига, дофига всего, вот если бы у меня была огромная кухня, у меня бы это всё стояло, я бы это всё использовала. Ну, а так надо уносить, приносить, конечно же, это очень хлопотно. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!